а помните как было раньше в день воскресный день чудесный ранним утром просыпаешься и отправляешься на рыночек где можно купить все вот я подойду к тебе первая цена какая будет если мы с тобой поторгуемся а и вот сегодня мы с вами отправимся на интереснейший рынок который касается всей нашей страны 150 футболка 350 джинсы 500 рублей вот футболочка эска как думаешь сколько я думаю 1100 215 тысяч рублей у меня для вас припасены изюминки ведь содержимое этого пакетика в оригинале стоит знаете ребята сколько 120 тысяч рублей что здесь я вам расскажу прямо сейчас я буду выступать в роли хейтера надо это все тряпки не вы нам рассказываете о том что турция там еще что ты вот этот все бла-бла-бла и мы работаем с двумя фабриками которые производят очень хорошие качества и натуральные ткани потому что женщины должны выглядеть как бриллиант сегодня мы вам подсветим разные интересные моменты как в одном торговом центре в красивом магазине можно купить себе курточку за 50 тысяч рублей ребята стоят смеются за кадром buyer привезет тебе но приехав на садовод вам сходу предложат за нее 17 тысяч рублей а если поторговаться 13 500 а далее вам расскажу что бери оптом дорогой друг и цена будет и вовсе 8500 рублей за штуку это история из реальной жизни поэтому ребята присаживайтесь поудобней сегодня будет интересно досмотрев этот выпуск до конца вы совсем иначе взглянете на вещи которые носите садовод говоря прямо это самый крупный рынок в нашей стране вы можете ни разу не бывать в москве жить за 3 5 10 тысяч километров от нее но при этом на вас и в вашем гардеробе вполне возможно есть вещи с этого рыночка к нему относятся все по-разному садовод вроде как это унизительно в начале выпуска я хочу сделать некий вброс заявления с большой долей вероятности в вашем доме есть вещи садовода вы могли купить их магазине в торговом центре вы могли купить их в проверенном магазине вы могли купить их на marketplace и мы могли купить их где угодно изначально они приехали на садовод для того чтобы этот выпуск получился более информативным нам понадобится человек который знает этот рынок от и до так давайте с ним познакомимся прямо сейчас роскошная женщина татьяна рад вам татьяна является зрителем нашего канала написал и говорит дим я про садовод знаю все тань с твоего позволения на ты вот расскажи пожалуйста какое вообще ты отношение имеешь к продажам откуда у тебя опыт чтобы людям было понятно изначально я приехала из города новокузнецк кемеровская область 10 лет назад с мужем с двумя детьми город москву вообще я занималась изначально закончила педагогический институт это не мое я поняла пошла работать бьюти сферу проработала 15 лет и там в городе и здесь и так как мы территориально находились садоводом рядом я начала туда ездить просто смотреть как наверное многие сейчас это делают ну и все вот так вот все пошло поехала и вот течение пяти лет я уже на садоводе то есть это вообще можно сказать моё хобби вот изначально как-то вот у меня садовод я не полюбила в плане вот там много народу я устаю но сейчас я с удовольствием туда езжу работаю и помогаю людям вот где-то подешевле что-то купить кому-то отправить оптом я работаю и с оптовиками со всей россии также и мои друзья мне просят что-то купить из сибири слушай ну с твоего позволения чуть позже давай расскажем вообще в реале вот просто скажем так без рекламы сколько можно в реале сегодня заработать вот человеку там на продаже перепродаже что просто у людей сложилась картинка это в голове у меня много знакомых кто закупается здесь и у них магазин и они перепродают но приблизительно я могу сказать кто сколько зарабатывает это не секрет я думаю я думаю стоит нам перемещаться собственно точечку мы на месте значит рынок самый настоящий огромное количество парковочных мест при этом все заставлено машинами и это внимание на момент 10 часов 35 минут то не расскажи пожалуйста во сколько вообще здесь вся движуха начинается во сколько рынок оживает рынок оживает воспитать с пяти утра вот так пять шесть семь восемь девять это ходят оптовики для розницы и в двенадцать и в час и в два в три тут ходит розница сам рынок работает с пяти утра до трех четырех дня ну кто-то там до шести конечно это прям редкий случай кто наверное ничего не продал сидят ждут то есть таким образом сюда стекаются все оптовики это те самые кто закупают здесь товар далее они уезжают к себе по регионам все товары доставляют здесь есть определенные службы кто отправляет вот эти все фуры стоят компания и тут и представители сидят до авиагруз которые отправляют то есть налажено так что я прихожу вот в костюмчике я выбрал тюками до набрал товара оплатил договорился уезжаю к себе предположим за 2000 км и дальше там через день-два ко мне приезжает фура разгружается все товар у меня месяц торгуешь и так постоянно 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 в том числе ребята вы скажете но это торгаши вот сколько здесь людей бывает тут подмосковья с близлежащих городов и так далее именно семей вот первое сентября недавно было был народ вообще суббота воскресенье было битком весь август весь август 26 линия 27 где был школьный товар было просто не пройти то есть люди приезжают и одеваются на полных детей своих сами одеваются здесь очень хороший товар представлен для детей здесь есть производство турция польша очень хорошие и по доступным ценам ребята значит все что мы вам сегодня рассказываем это ознакомительный характер просто разбираем тему что такое рынок садовод татьяну мы не рекламируем татьяна вам ничего не рекламирует она вызвалась тебе огромное спасибо сейчас выделил время свое показать рассказать поделиться товар есть разум давай начнем значит чего с дешмана вот я прям хочу в первую очередь в дешман где все самое дешевое чтобы посмотреть на эти цены и в том числе понять за счет чего такого дешевого к счету потянешь порвется все или там одел на ногу к нога покраснела стала такая разбухла по ниши выросли до утра такие вот пойдемте оттуда пойдемте слушай но вообще сам по себе он сверх огромный правильно потому что дороги даже писали спрашиваем одного дня не хватит не обойти его весь нет все оптовики ходят конкретно по своим определенным точкам вот у них есть 10 точек они по ним и ходят нового ничего не ищут и самое что интересно здесь реально есть все друзья я вам снимаю от первого лица поэтому прям смотрите что у нас присутствует все до постельная водка автокресла чехлы здесь совершенно вообще все есть здесь смотрите да здесь наверное даже легче сказать чего здесь нету понять куртки да ну мы сейчас у нас мы идем сейчас покажем какой у нас есть товар по 300 по 400 по 500 по 600 рублей ребята вот смотрите прям вам живой пример заходим в одну из точек где цены действительно низкие правильно я могу же сказать что это самый наверное не сюда на раэс нам уже искать цены пожалуйста вы смотрите брюки 500 350 450 у них одна цена и оптом и в рознице футболки 150 заходим смотри и пошел джинсы 450 футболка шанель на те пожалуйста это та самая история когда вот 150 рублей здесь очень важный момент что вот эта футболка ее может в оригинальной коллекции вообще не существовать то есть никогда и не было это просто скажем так подобие еще что-то но ключевой смысл кому-то вообще хрен класть на этот шанель он ее покупает почему ну понравился вот ему кто там цена гномик или кто это такое то вообще не поймешь нарисованный и ценник невысокий по джинсике он себе взял ее все пожалуйста хоть 150 футболка 350 джинсы 500 рублей кто там все кричит когда youtube закроется пойдешь на завод я пойду торговать потому что здесь я продам все хочешь джинсики себе недорогие это за мной братишка на этот ряд хочешь себе хорошую качественную одежду пойдем есть и такая . ребята ну что зарисовочка жива вот она та самая парочка ты посмотри вот леса да и модель я думаю подобную вещь вы многие встречали вот одно время они прям были дико популярны то есть они на каждом углу вот эти парки куда ты не зайдешь в магазин все пожалуйста парк парка с лесой или с песцом вот у нас за кадром стоит владелец не хочет человек рассказывать на камеру потому что ведь не люблю я вот это дело вот я подойду к тебе первая цена какая будет 12 тысяч рублей чтобы ты понимал в 2018 году в 2018 году когда цены были совсем другие мы приходили сюда нам подобную предлагали за 17 500 но в торговом центре она стоила 50 55 в торговом центре если мы с тобой поторгуемся а давай у нас просто эфирное время поджимать поэтому торговаться нужно быстро минимум в розницу от какой то дашь ну реально за 10 500 но если я скажу тебя было 8 500 и по рукам я кладу 8 500 9 тысяч сказал о ведь чувствуете ребята уже опа поймали контакты вот в таком формате мы стоим с человеком и договариваемся можно покрутить повертеть поискать давай поближе и да покажем в каком что состоянии там и за торчат нитки не торчат в общем вы сами можете приехать и все а ну леса короче снимается да и вы можете выбрать соответственно тут ты можешь искать приходят тебе люди закупают такие вещи со целью перепродажи в торговых центрах бывает а ты с ними не общался почем вообще они их выставляют не говорят ты нам ты нам ни на кого не называй просто давай так в народе говорят что подобные вещи в торговом центре почем продают давайте я вам расскажу надо быть они казаться жить надо посредством вот себя я и начну в 2018 году вот конкретно это шкурка была очень популярная она была практически на каждой 2 3 девушки по нашей стране у меня жена тоже захотел говорит блин модная вещь надо ее купить ну мы естественно отправляемся в один из торговых центров москвы заходим магазины красиво висит она на витрине вот точно так же вся красивая цена ребята вот не соврать пятьдесят две пятьсот была цена пятьдесят две пятьсот примерно такие цифры в магазине ты ни с кем не поторгуешься но я глядя на вещь тогда восемнадцатом году понимаю ну какая то эта хрень жена естественно залазит в одну тогда еще разрешенную сегодня запрещенную сеть и находит такие же вещи по цене примерно двадцать пять тридцать тысяч рублей кто как торгует красивая фотография округ общения он какой нам подсказывают но все эти вещи садовода откуда садовод вот так вот мы с ним тогда познакомились приезжаем туда нам примерно сказали куда идти мы приходим вот здесь интересно в восемнадцатом году первую цену которой озвучили за такую же вещь была 17 тысяч 500 рублей забрали мы ее тогда со скидкой 13500 называли нам с учетом опта 8500 мол можно их покупать нам тогда дядька рассказал что именно по такой цене он их всем отгружает для торговых центров и для перепродажи вот вдумайтесь восемнадцатый год и сегодня сегодня цена на вещь стала даже ниже чем тогда но это объясняется тем что все мода на них ушла вот так вот и вещь ничем абсолютно ничем не отличалась она вот до сих пор висит у жены в кашире шашлыки в ней можно жарить она не развалилась это вам как один из примеров во иди за мной сюда и заходишь внутрь и здесь друзья всего полно вот на кожа такая кожа сякая вот выбирай какая-то кожаночка нужно понимаете и походить пощупать даже так ради интереса вы можете прицениться увидеть и потом отправиться в те же самые магазины в торговых центрах и вдруг каким-то образом где-то вы например таки скажите слушай блин да это такая же это такая же вот этот ключевой смысл который я до вас хочу донести ведь многим кажется что ну садовод это только все самое дешевое нет ребята садовод это вот такой вот огромный кластер где ты можешь найти вещи реально очень дешевые на один раз одел все выкинул а есть вещи которые ну действительно можно долго носить опять же продавцы бывают разные с кем-то ты договоришься не договоришься кто-то может быть тебя ведет в заблуждение потому что я читал комментарии как-то раз человек писал что купил себе кожаное пальто здесь через два года она у меня полопалась ну кожа за ней же тоже нужно ухаживать это же тоже такие нюансы которых стоит не забывать а еще мы с вами постоянно видим в новостях информацию о проблемах с налоговой у селебрити многие из этих историй заканчиваются судебными разбирательствами ну а пусть и в единичных случаях тюремными заключениями а всего этого можно легко избежать если на страже вашей отчетности финансового взаимодействия с государством стоял грамотный профессионал имя которому макоэксперт про кого я вам неоднократно рассказывал ребята не спешите перематывать всего 60 секунд и мы продолжим информация действительно полезно в двадцать пятом году будут ужесточения налоговом законодательстве и самое время как минимум сейчас перейти по ссылочке в описании оставить заявочку все это элементарно после чего с вами свяжется сотрудник компании уже сможет структурировано и грамотно ответить на все ваши вопросы и поможет навести порядок в вашей бухгалтерии у мака есть ряд жирных преимуществ зажимаю пальцы гарантирует полную материальную ответственность на вас будет работать не один бухгалтер универсал а целая команда высококвалифицированных специалистов вам больше не нужно тратить время на поиски хорошего бухгалтера который проверяется лишь годами вот команда спецов которые точно наведут порядок в вашей бухгалтерии экономия до 80 процентов на содержание бухгалтерского штата прозрачный бухгалтерский учет ну и для того чтобы вы почувствовали всю прелесть выгоду и профессионализм команды мака первый месяц для вас абсолютно бесплатный попробуйте попользуйтесь пообщайтесь и после чего вы еще сами скажете спасибо ссылочка на мак эксперт ждет вас в описании клик клик оставляйте заявку ну а в будний день с вами свяжется специалисты окажет вам полную развернутую консультацию очень большой объем материала с этого рынка поэтому давайте здесь я вам сразу буду выжимать соки вот эти вот ряды самыми низкими ценами народа там ну просто полно и это при условии того что мы были в будний день когда уже скажем так основной спад произошел в субботу воскресенье там будет не протолкнуться особенно в сезон ну так например подготовка к школе вот зайти в это же время по торговым центром по москве шаром покати нет никого будет слышно как муха летает а здесь не просто ходят здесь скупают 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 поэтому ребята это реалии люди скупают товары пачками про оптовиков и как это все расходится по регионам мы поговорим чуть чуть дальше первым делом когда мы сейчас зашли я серьезно говорю я думал сейчас народ просто ну накинется вот честно я думал сейчас будет знаешь не пора камеру убери убери а вот смех смехом люди все подходят спрашивают давай ка меня подсними покажи нашу точку все хотят рекламу все машут рукой мы идем того подходи к нам засними нас покажи то есть народ вот умеет торговать они понимают то что давай ка засвети нашу точку глядишь в дальнейшем тот и придет это правильнее хотя я думал честно что сейчас камеры это все сразу триггер не надо что снимаете и так далее и вот буквально после записи этого эпизода через пять минут к нам подходит человек говорит а где ваше разрешение на съемку но сделал это действительно максимально культурно я сначала пытался так вот так вот выкрутиться но потом думаю блин чё спорить там говорят сходить в администрацию согласуйте 10 минут мы приходим короче ребята теперь мы здесь находимся вообще на легальных основаниях то есть мы и так в принципе могли снимать но она говорят сходить в администрацию нужно согласовать все то здесь мать и можно поступить с точки зрения закона а у меня есть права а съемка в общественном месте не запрещена и прочее прочее это в первую очередь начнется конфликт вызывайте полицию я сразу скажу мне это не надо 10 минут все с хорошим настроением мы продолжили снимать спросили что снимаете для чего я снимаю то есть прямые вопросы я им дал прямые ответы вообще но проблем идите снимать я даже намеку вы ребят может мы вам счет вы нам оплатите рекламной интеграции ридик нанесем посмеялись сказали это лучше ты нам платить мы платить не будем на это мы разошлись то есть теперь охрана подойдет нас уже знают нам уже можно значит нужно удерживать ваше внимание что интересно многим бренда на этот рынок люди приезжают за брендой даже те кто в ней вообще не разбираются все равно из двух футбола как правило отмечают торговцы выбирают бренду вот давайте я вам сделаю интересную зарисовочку изюминка выпуска ведь именно с этой покупки все и началось так я и решил что нам нужно записать выпуск в телеграме канала который я вас без конца приглашаю подписаться появился пост мы едем на садовод с другом мы решили туда отправиться просто посмотреть что там ведь последний раз я на садоводе был в 2018 году значит давайте сразу к делу вот эти пакеты где они сум сум о дорогой магазин в центре москвы пакет 200 рублей за штуку вот этот пакет 100 рублей за штуку далее я покупаю там себе кроссовки но специально для выпуска чтобы можно было показать луи виттон вы посмотрите как это все дело было запаковано то есть идет условно оригинальная коробка то есть подача товара точно такая же как вы купите это в магазине чтобы вы понимали подобные кроссовки в европе сейчас торгуются по цене 1 1200 евро за бэушную модель в оригинале купить это к слову в бутике дубая можно за 90-120 тысяч рублей плюс-минус такой разбег по цене здесь же к нам сразу в комплекте пакетик оригинальный все различные коробочки мы уже просто это дело вскрывали тут идут шнурки запасные здесь идет такая прекрасная бумага где все расписано типа семь с половиной тысяч гонконгских долларов как то так что ли сказали далее книжечки есть и все это в принципе сделано качественно посмотрите конвертики ну конечно же вся обувь идет в пыльниках вот в таких то есть подача ну реально вау неплохо просто так nike либо еще что-то там ноунейм назовем вот так вы естественно никогда не купите бренд он тебя приобщает далее вот такая модель спрашиваю продавцов что это это премиальная копия то есть это естественно не оригинал это не дешевая подборка подделка это премиальная копия задаю прямой вопрос когда приезжают люди ну ведь наверняка у тебя много модников естественно очереди стоят весь магазин павильон выстроен на продаже обуви брендовые обуви которые существуют в оригинале игру ну когда приезжают что делает крутит вертит что сравнивают есть в общем там ряд нюансов когда люди начинают сравнивать где оригинал ну и один из вот в частности здесь вот эти дырочки говорят вот обращает внимание на них куда шнурок заходит мог бывать здесь несоответствие если мы начнем с вами разбирать кроссовок иди сюда покажи даже когда мы поднимаем стельку она мощная до брендовая там написано с louis vuitton maiden италия а есть детали такие тоненькие то есть где-то ниточка отходит и ключевой такой вот нюанс это запах вот эти кроссовки простояли у меня дома порядка недели но запах так и не ушел то есть именно запах рынка по-честному говорю то есть в живую я вам буду показывать вы разницы вообще не увидите оригинал один в один даже по весу кроссовок плюс-минус одинаково то есть в оригинале мне кажется он чуть-чуть потяжелее я сравнивал специально все изучил так сказать подготовился к теме но друзья заходя в магазин говорю какая цена 14 тысяч 500 рублей дороговато давай торговаться сошлись мы на цене 10 тысяч рублей это при условии что розничная продажа единичный экземпляр покупая такое много это будет садом 6 8 тысяч рублей вот и думай какая цена вот этому кроссовку на деле вот эта модель действительно популярная на рыночек ты ехать не захочешь но заинтересовался залазишь ты на доски объявлений а там на тебе 18 900 и описание отличное качество и так далее начинаешь углубляться оба на 3000 с чем-то так самое интересное что ребята присылали ссылки что две тысячи семьсот пятьдесят самая низкая цена за такие же кроссовки по фото но как многие утверждают а ты их закажи и тогда в живую ты увидишь совсем другой качестве как правило это самая низкая цена это типа поставка будет потом то есть где-то это еще на заводе в китае смысл ключевой народ на этом зарабатывает 5 пар продал в месяц 50 тысяч в кармане мы с вами в бутике дорогущей обуви ребята татьяна нас привела в одну из точку которую она презентовала так что вот здесь как раз люди собрали все самое высокого качества то есть эти бренды которые вы увидите то луи виттон дольче габбана миу миу и прочие 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 брюнелла кочанели короче смотрите цепляетесь глазками это все во первых представлено в оригинале в том самом парижа милане и прочих городах но самое интересное это цены но смотрите я вам сейчас прям выборочно делаю такую небольшую подборочку так вот эту обувь я говорю ну давай просто как пример почем я могу ее купить здесь 12 500 он говорит вот пожалуйста 12 500 то есть gucci они представлены в оригинале я говорю ты вот знаешь же владельцу магазина он говорит все знаю спрашиваю сколько вот такие будут просто в сумме стоит в сумме сейчас может быть по акции 98 а так 100 110 120 тысяч рублей далее вот это вот правда сейчас вообще пушечная модель народ прилетает скупает все на раз-два очень хорошая говорит копия получилась один в один то есть прям вообще люди ну довольны все остаются и когда спрашиваешь а как вообще торговли есть вот для того чтобы мы записали этот эпизод нам пришлось постоять в очереди чтобы как минимум люди вышли из магазина они сейчас прикрыли на буквально пять минут потому что здесь народ не просто ходят здесь все скупают шикарная зарисовочка перемещаемся с вами в центр москвы где нас встречает легендарный не побоюсь этого слова центральный универмаг москвы сум чем он славится тем что в этом магазине огромное количество брендовых дорогих люксовых вещей в оригинальных исполнениях по крайней мере так официально рассказывают вот давайте мы с вами зайдем пройдемся потому что многие из вас в нем ни разу не бывали даже те кто живут в москве зайдите в живую погуляйте по городу изучите посмотрите как торгуют дорогие вещи ну вот вам живой пример короче народ показываю вам прикол особенно прикол будет для всех тех кто не из москвы посмотрите где он дядька стоит одежду мерить такое ощущение как вот я приехал на рыночек типа садовод на самом деле я приехал в тум ну точнее не целенаправленно просто мы гуляем и решили зайти посмотреть как это выглядит а женя показали но смотри вот так вот выглядит ботики чтобы понимали слева справа но допустим справа у нас висит шанель вот такая вот штучка как думать сколько она стоит давайте посмотрим сейчас вместе с вами а то смотри а то 60 до 1 миллион сто пятьдесят тысяч рублей кто захотел признавайтесь а может быть вот такие классные сандалии за сто пятьдесят тысяч пожалуйста вот такая история вот футболочка с как как думаешь сколько я думаю 1100 215 тысяч рублей это больше выглядит как прикол просто посмотри да ну вот это вот сто процентов хит я уже вижу как на чьей-то жене она прям сидит хорошо ну-ка дай-ка ну со скидкой можешь забрать девятьсот пятьдесят тысяч прикольно 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 и вот так короче есть походить вот это все типа бренда вот не типа это ну как бы считается бренда но по факту очень много просто анюш рассказывай я у меня загружилась голова я хочу себе прада я люблю я люблю louis vuitton я все люблю пожалуйста покупаете прокомментирую как так откуда это вообще все приходит с каких фабрик заводов и какой details какой фабрик это у нас идет фабрично китай люкс копии прям просто люкс лучше вы не найдете здесь покупают многие звезды приходят это не секрет не буду называть фамилиям да вот джимми чу посмотрите какие здесь представлены бренды здесь не только там допустим гуччи да и так далее вот эти со стразами сейчас списка моды да ну даже не это кто у нас такой луви луевая смотрите-ка оператор ожила его эти горе сейчас оденемся шанель посмотрите она же просто уже там в 20 лет в тренде шанель и сен-лоран посмотрите обратите внимание какие модели здесь качество просто превосходно каждому коробка пыльник определенные там кады тут все вот как я показывал до вначале коробку то есть это все упаковывать станет то есть смотрите внимание покупая штабки гуччи ты не уйдешь в пакете черном ты уйдешь вот сейчас я даже с вашего позволения ребята баленсиага коробочки то есть но вам понятное дело все это запакуют здесь тут же все вот эти вот бирочки и фигирочки пыльнички вам дадут это все точно так же как в настоящих магазинах где это грубо говоря будет стоить просто совсем других денег но здесь вот они ложки и так далее тань вот прокомментируй меня пожалуйста человек писал мне вы дима по всему этому видно что это сделано все из пленок и не верят люди в то что качество может быть один в один вот как ты меня вот такие ботинки уже второй сезон можно еще десять лет ходить это бурнелло кочанели очень хорошая копия посмотрите качество можете вот приблизить здесь просто не к чему придраться дай-ка мне его вот смотрите знаешь в чем самый минус такой обуви всей вот мы например купили специально для выпуска ну видела луи битон вот их когда нюхаешь вот в оригинале например я могу что там потрогал там духами не будем даже комментирую дальше но не тут этого стойкого запаха клея вот здесь например когда мы опускаемся туда ну там никогда не нюхала брать внимание чувствую что там больше кожи пахнет думаешь это кожа там судить кожаная стелька идет ну вот не знаю ребята вот такие вот знаешь нюансы тут как копия сам как продукт он до один там в один похож прады пожалуйста вот эти вот тоже уже второй год для самых модниц посмотрите какая красота да есть есть конечно есть сейчас сейчас покажу вам сейчас они на каблуках летом были без каблуков как у козы ну да такая мужская есть указано вот мужики посмотрите а кроссовочки луи тончик какая смотри модель а под джинсики под синие синие джинсики рубашечка кепочка часики и ты такой идешь просто по центру а попивая смузи ну или fresh juice что скажешь ты втираешь нам какую-то дичь скажете вы я знаю все ваши комментарии наперед надо быть а не казаться не заработал на оригинал купи себе бренд попроще но не нужно быть клоумом и ходить в подделках примерно так люди писали в телеграме канала куда я вас себя приглашаю подписаться так еще отмечали детали мол подделка это другое в таких кроссовках будешь ходить ноги себе все сотрешь будет неудобно друзья я вас попрошу немножко послушать меня и услышать меня самое главное воспринимайте меня как некого народного журналиста я вам показываю тему а что он делает вы решаете сами я ни в коем случае вас не призываю ехать на рынок и теперь покупать только там или наоборот не покупать там ехать нельзя в париж покупать там я вам лишь показываю что происходит в действительности ведь вот она живая практика народа полным-полно в том числе именитые состоятельные люди почему они это делают почему они покупают себе подделки более того от себя хочу добавить что я считаю что бренды в принципе не защищены и это не надо думать что только в россии происходит во многих странах мира начиная с америки америка как ценим не ценим плохая хорошая выходишь в youtube и смотришь там ребят показ прям с улицы торгуют подделками раз китай турция любая страна в мире всегда найдет ту самую точку где можно купить подделку бренду но туда никто не приходит никак не штрафуют за то что используют в первую очередь не штрафуют сами заводы ведь шьют это не тут не там это шьют на заводах и все прекрасно знают где это шьют значит быть может это разрешено или это кому-то нужно а вот такая перчиночка вам сюда ваше мнение конечно же пишите в комментарии зарисовочка жена говорит о смотри уги блин я сейчас как раз общаюсь с байером который мне их придет откуда откуда он должен привести эти уги из какого-то зарубежья ребята стоят смеются за кадром байер привезет тебе я думаю блин ну вот вообще молодцы смотри а она нашла вот это через байера ну типа оригинал это угли до 19 тысяч рублей правильно 18 тысяч рублей с доставкой там сработала 18 тысяч рублей типа с магазина как вы думаете за сколько это можно купить здесь пять тысяч рублей пожалуйста все накрути верти нет к еще что-то ну со скидкой да без скидки говорит ну опять же поймите правильно это рынок то есть изначально вы можете при тебя может скажу там 10 тысяч рублей чего 10 тысяч рублей то есть сам смысл что вот все есть никакое зарубежье ждать не нужно уже все приехало стоит в наличии пожалуйста ну движуха знаешь такое ощущение в чем-то напоминает такого по описаниям как китай как будто мы приехали на закупку там же похожая история тоже там бегают все закупают таскают и так далее слушай а вот это вот насколько я знаю это не просто как бы курьера до типа местные то есть что-то куда-то не отвозит привозит это грузчики здесь тоже также свой бизнес есть он берет тележку в аренду за три с половиной тысячи в день и вот возит товар отбивает товар ну я тоже знакома не с несколькими грузчиками ну он например возит товар как допустим у нас хочу отсюда я ему пишу точку он его забирает этих точек скачу это отправляет несет нас хочу это обязательно поиска чуть но скотчем вот-вот вот таким образом они отправляют а это и сколько вот за одну заставку платят от 300 до 500 то есть вот он допустим идет он за эту доставку может получить 300 рублей если там зависит сколько пакетов у него еще там ну максимум штукарь это максимум слушай мне кажется это вообще как бы выгодное дело так то есть и в течение дня 15 заработок у него в день в день 15 тыс да ну в пакистане уже построил себе два дома да вот 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 у них вот как раз такая история что здесь они вообще много денег могут заработать он здесь работает с утра до вечера то есть уходит только ночевать а потом денежки домой и построил себе дом по ну как вот многие из русских то есть также уезжают на заработки там за в америку еще куда-нибудь на донателе как же я вас хорошо чувствую чего 15 тысяч в день 450 тысяч в месяц до этого не может быть лохотрон ребята ну вы должны понимать что это грузчики у которых уже все там пол рынка не знаю на связи конечно не пол рынка он просто реально огромный но есть на связи наработанная база саня подходи быстро надо тащить и так далее а я туда приду с тележка в первый день я в лучшем случае если заработаю там отбить аренду этой тележки уже будет хорошо важно понимать далее я задам вам вопрос что у вас всплывает в голове когда вы слышите оптовики приехали закупаться оптовики наверное вот это фура самолеты и полетела ведь отсюда это все улетает в ваши города где бы вы не жили 1000 км 2 3 5 все вот полетела самый крупный хапот вещевой не только вещи здесь есть но есть оптовики так называемые которые приходят вот с тележечкой как это работает человек утром встал приехал на садоводик тележечку взял и ходит там он купил себе три футболки там он взял себе три кофточки там джинсики взял посуды интересно чайный набор взял что у нас к осени может быть востребовано зонтики но наверное пойдет дождь сейчас захотят люди покупать зонтики и вот такому образу он набирает себе товаров там пусть это будет на 20 тысяч рублей много это 20 тысяч рублей для оптовика но мне кажется нет но собрав этот товар по как уже нам отметила татьяна по знакомым точкам в багажничек тащим к себе домой дома мы красиво все это отфоткали многие уже делают у себя дома уголки либо нанимают студии либо отправляется в центральную часть города вы помните наши выпуски про недвижку мы снимали кто смотрит хорошо помните вот эти люди молодежь фотографируется как модель в классном жакете а плащ глянь какой у меня плащ все это красиво фотографируется и загружается на marketplace и доски объявлений та самая запрещенная сеть в россии таким образом там этот товар появляется уже в более красивом виде и самое главное что люди уже отмечают у нас хорошее качество что значит у нас он встал отобрал из всего что есть самое как он считает лучше он пощупал потрогал и предлагает это купить тебе тебе не нужно ехать на рынок тебе нужно только потыкать в телефоне чтобы у тебя списались деньги с карты и тебе это приедет домой и ты будешь смотреть такую классный там футболка или что-либо еще здорово откуда она приехала напомни мне откуда она приехала напомни мне я не слышу садовода вот таким образом из двадцатки становится предположим пусть это будет 50 тысяч рублей тридцатка из нее расходы на бензин и там ты 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 и вот какая-то маржа остается заходим дальше палатка с и вещами внимания из италии из италии давай это такой тебе сначала такой хат-трик сделаю такой тань какая италия причем мы на садоводе ну какая италия объясни мне вот что мы хотим доказать в этом выпуске что на садоводе есть разный товар также и из италии например вот это вот шьет все италия это прата балонька я думаю кто был в италии поймет сам хозяин да про то не прадо не прадо прадо город город в италии балонька тоже до города сам хозяин каждый месяц летает за этим товаром этот товар представлен у нас во всех бутиках кто занимается итальянской одеждой просто у них здесь это рынок понятно все развешано смотрите как хаотично здесь никто не парится здесь потому что оптовики приходят выбирают например вот это да кофта там 3000 у нее опт жилетка да но в магазине она будет стоить 10 11 тысяч составляем какой-нибудь например лук в магазинах у нас все собрано как говорится все луки до диеты на манекенах то есть там подбирают образно говоря то может быть я что-то не то тут это нижний мой магазин я просто вам как для примера то есть крещиваю товар кто на что гораст и выдается это все соответственно по тройной как говорится минимум цене как это происходит с вами ты говоришь товар из италии санкции мы не дружим при этом напомню сегодня вот так вот и вы визу получаете в италию вы залетаете в италию вы гуляете по италии из италии вы едете во все другие страны по шенгену ноу проблем как логистика логистика работает все неделя и товары москве на земле или мы сейчас того были вещи трогали некоторые которые самые дешевые это уже выше да 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 это уже считается смотрите это для допустим вот есть люди которые бренды не носят совершенно средний это средний да это средний но что у нас магазинах выдается как выше да но то есть это не сумм конечно не гум но вот это вот 70 процентов этого товара на полках нашей россии в хороших дорогих торговых центрах вот вот это вот я как раз хочу на это акценты сделал друзья вот отсюда это все едет вы ну либо же вообще может быть такое что люди сейчас скажут нет мы не закупаемся на садоводе мы сами привозим с италии вот эти вот магазины вот эти которые не дедят которые 2 может быть есть такие кто и сами привозят да да но сам смысл ключевой что все они в итоге то с одной фабрики идут понимаешь я приду к тебе в торговый центр магазин ты мне скажешь дима садовод это одно мы сами привозим стали какая мне разница как ты привез сам или ты пришел здесь через посредника купил если начать считать деньги да но это бизнес это математика просто кто большими партиями закупаются тому выгодно летать в италию около магазин 30 40 квадратных метров просто купить билет долететь сейчас такие цены плюс там пожить покушать в италии это очень дорого поэтому они приходят и покупают здесь вот вот на садовой то есть да ты здесь переплачивать владелец точки заработают условно логистика заработать но ты в любом случае в плюсе останешься чем ты поедешь сам все это дело закупать ты вообще сама в целом что наблюдаешь чаще что народ приезжает зачем покупают бренду за брендом за брендой она регионы любят бренды да ладно я взяла такие выводы да а как же быть они казаться там не заработал не покупают но если она три с половиной тысячи допустим пара кроссовок стоит почему не купить не бренда вот так вот люди рассуждают в основном люди любят бренды в основном я думаю 70 процентов населения нашего и пытаются здесь искать торговаться искать точки где лучшее качество вот поэтому я так думаю что вот брендами все нас удовольствует вот вам ребята реалии жизни понимаете комментарии это одно можно в комментариях писать сменяться хихикать по факту ну вот вот смотри давай так я буду выступать в роли хейтера дать это все тряпки не вы нам рассказываете о том что турция там еще что-то и вот это все бла-бла-бла вот ты можешь мне какой-то пример привести допустим на каком-нибудь из платье ну например где качество 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 смотрите качество здесь видно это мокрый шелк я думаю что люди кто понимает тут качество смотрите какие здесь ткани здесь ручная работа видите это платье допустим стоит в районе 18-20 тысяч может быть что-то и дороже конечно здесь 18-20 тысяч я могу некоторые модели ошибаться да грубо говоря если я буду торговаться прям самый самый низ вот ну если 18 тысяч первая цена то минимально как это вот спросим у доминики доминика присоединяйтесь к нам друзья у нас все по-живому доминика это владелица точки я представляю этот бренд турецкий да это фабрики турецкий премиум класс больших размеров обычно дамы больших размеров сложно одеваться и мы работаем вот с двумя фабриками которые производят очень хорошие качества и натуральные ткани потому что женщины должны выглядеть как бриллиант видно да вот так хорошо вот смотрите вы говорите фразу что это премиум качество а еще выше есть ну вот для женщин больших размеров кроме брендов шанель гучи это уже брендов да да потому что фирма на уровне вот этих брендов когда представляется по всему миру она также представляет свой свой товар также в москва-сити также дубай также какой-нибудь где-то в европе поэтому даже вот наши русские живут очень много за границей они нас видят и они приезжают в отпусках и смотрит и говорит господи если этот товар был у нас или в германии или в израиле очень много стран венгрии швейцария наши русские живут и они очень с удовольствием то есть я вас правильно понимаю что с ваших слов получается так что русские которые живут за границей в этих вот дорогих там богатых странах как по крайней мере нам рассказывают оказываясь в москве родственников еще где-то заезжают на садовод да да заезжайте из нью-йорка у нас есть из калифорнии есть это точная правда может если под вашим видео может быть они увидят и напишут да передавать роза ирина всем привет ребята америка да поэтому это с удовольствием покупает наш товар вот вы молодец вот такая раз уже знаете это называется нативная интеграция когда рассказываем рассказом тут уже платье у доминики заходите покупать и доминик хотел спросить вот если здесь это стоит 18 тысяч рублей вот мы сегодня выпуске делаем такую изюминку что я прихожу смотреть я хитрый я хитрый представьте что у меня такой большой рыжий хвост я лис я говорю я хотел бы покупать у вас это дешевле для того чтобы продавать это в своем павильончике в одном из торговых центров москвы у меня будет шикарная вывеска на итальянском языке на турецком за написано по чем я могу это толкать с точки зрения у нас мы как на садоводе у нас есть и оптовые цены которые идут по 14 500 12 500 конечно мы на это смотрим это мы розничные цены но розничная цена у нас например вот смотрите 12 500 12 500 вот такие да более такие ну а почем продают кто приезжает закупается как оптовик вот мне бы понять спрят у вас могу купить за 18 а продать но вы слышали что 40 вы у нас можете купить за 15 и можете продавать в город за 25 есть интернет-магазины которые у нас закупается и рекламирует как чистая италия да вот такой а вот это это чистое так и да потому что тут написано ткань натуральный написан дизайн италия все весь товар маркированный весь товар качественный вы услышали это это турция написано на итальянском но у нас есть люди кто закупается и продает потом там у себя под видом италии доминике огромное спасибо она вот все в открытую сказала показала а вот те кто уже турецкий товар выставляют за итальянский вы можете сказать но это все лохотрон кто это купит в регионе предположим что этот ролик посмотрит за неделю 100 тысяч человек какой охват возможно это ваша жена мама теща бабушка ну в зависимости от возраста и так далее но смысл то в том что это все разъезжается по всей стране вот мы сейчас прогуливаемся рандомно по рядам а мне жена говорит ты видел посмотри а там висят джинсы которые сейчас как она говорит идут в тренде это широкие такие джинсы некие трубы мы подходим она начинает трогать их и говорю слушай а хорошее качество выходят и вреда это турция потому что это реально хорошее качество гри сколько джинсы ну первая цена 44 500 при том что она отмечает что подобные джинсы стоят 68 если где-то их искать вот на маркетплейсах магазинах тому короче разбив такая короче поторговавшись 2500 2500 пожалуйста можно забрать то есть чувствуете но при этом по качеству уже она заинтересовалась неплохо неплохо тань мы с тобой перемещаемся дальше это тоже италия ну расскажи ты говоришь люди кто шарит узнают бренда расскажи да допустим это уже класса чуть выше идет италия вот посмотрите обратите вот эти пальто я просто хочу показать что на садоводе ценник бывает разный что-то допустим можно закупить по 500 рублей и продавать там за три за четыре тысячи а здесь реально в закупе вещи дорогие могу даже вот просто пример привести я знаю сколько этот костюм стоит закупи да он стоит 110 евро вот этот костюм юбка и вот этот бомбер да соответственно здесь мы как минимум его 20-25 то и 30 тысяч продаем это только здесь мы продаем а если мы ищем где-то уже у третьих лиц это будет они будут по оптовой цене покупать этот костюм то есть они допустим если он стоит 12 да мы его продаем им за 15 но я вам плюс-минус говорю они уже тоже в регионах продают по такой же цене принципе как и мы здесь в розницу вот так то есть представлены очень интересные марки до итальянские ну то есть тут сразу видно качество допустим этот костюм до по стоимости будет в районе двадцати пяти тысяч вот такой красивый да тут извините мяты не видимо только ребят мы тоже да понимаете сразу же да типа уже такого 25 тысяч за костюмчик на садоводе уже совсем это бомбер до 12 15 тысяч продается пожалуйста модные рукава модные сейчас так модно это италия здесь все подтверждено made in italy везде не пришита не думайте что здесь пришита смотри вот давай так на садоводе мы можем встретить вещи из китая в огромном ассортименте начиная от самого-самого низа и до самого дорогого китая тех самых реплик обуви например сумок бренды очки в общем все что есть вообще все что торгуется в мире все есть далее точно так же тащат с турции тащат с италии да кто еще корея здесь есть корея присутствует польша здесь есть да кстати очень хороший товар тоже польский женская одежда также мужская и детская кстати польская тоже есть поэтому так но все в основном всем всех мы вот основное да как бы все вот основной костяк торговли это вот озвучено да все барыги продаваны ширпотреб хотя ширпотреб это товар широкого употребления который нужен всем и прочие это эти противные обидные слова для кого-то частенько употребляют люди когда идет речь про рыночки здесь аренда вот на этом садоводе стоит космических денег люди ее не называют это коммерческая тайна нам шепнули что некоторые палатки могут стоить 300 тысяч в месяц двойная побольше 600 700 то есть все зависимости от того где ты находишься мы понимаете проходное место цена выше и самое интересное что все это дело отбивается если вы походите вокруг этого садовода и посмотрите на чем приезжает как минимум у нас в стране один из атрибутов хорошей жизни это машина например ну хорошего достатка вы приезжаете туда вы увидите огромное количество дорогих автомобилей гос номер кому нужен казалось бы газ гос номера сегодня стоит бешеных денег и там этих номеров просто прямо смотри 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 давайте пообщаемся с одним из торговцев я бы назвал его это прям вот профессионал потому что видно по человеку что прям торговля и он это одно целое вот просто послушаем немножко его истории продаж а поделиться опытом продажа смотрите мы ходим ну садовод он просто огромен очень много как во всем этом вообще в этой конкуренции выживать насколько я знаю вас здесь еще и аренда нифига блин не маленькая вот сколько 1400 павильончик такой стоит это секрет а коммерческая тайна коммерческая ну вот допустим аренда высокая в любом случае на зиму но не 50 тысяч конечно высокая высокая но по московским меркам это нормально нормально но отбивается получается народ и делаются отбиваются а есть какой-то вообще хит что сейчас вообще вот прям все спрашивают и вы же это бы в теме все по сезонным сентябрь 24 года сейчас на сегодняшний день вот именно на сегодняшнее время это классика костюма на нормальное движение потом зимой вы получаете нет не убираем почему это все продается и проходим куртки а уже вода да 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 вот пошло уже верхняя одежда то есть а вот эти вот ручка раз кто это норкой на норочкой по норка воротник да и вязка идет тоже турция тоже турция и по я даже боюсь спрашивать какой-то 90 тысяч чего 90 тысяч буха сними быстрее мое лицо пока а 90 тысяч да да вот эта куртка стоит 90 тысяч какой сегодня чудесный день меня сегодня такой прям потрясающий контент собирается слушай валерий я думаю то что народ сейчас просто будет вылетел этот там кукурузовый за рта блин он завтракать сидит 90 тысяч а как это объяснить это почему так но это прямо действительно же дорого норка вязка вязка идет ручная работа норка воротник идет из-за этого цена такая если са 25 тысяч стоит здесь и торговаться будут 90 тысяч на сколько какой там плюс-минус порог торговый десятку могу брать десятку на двадцатку нет двадцатку нет то есть восемьдесят тысяч вот так вот без слова слушать а вот такой вопрос а есть же люди которые приезжают такие типа мошков он не понимать мошков это я не он не понимает я ее заберу а за 80 а перепродать ее за сколько можно в москве в торговом центре 180 тысяч моя куртка висит вот так да да именно такая точно такая один в один ну а вас вот это никак вот не задевает не смущает то что типа блин у вас 80 приезжайте ко мне это рынок садовод здесь все хотят подешевле все хотят попроще и те кто понимают те кто видели наши куртки в торговом центре они здесь готовы нас целовать за эту цену да ладно именно так вот те кто понимают это увидят именно так про это хочу за бренд какой-то вообще вообще не бренд ну как это вообще это хочет написано что мы просто как так вообще не брендят и на и классе и в таком и в 80 да 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 как и такой вообще возможно кодку вот так вот то есть классика она имеет тоже свою цену если классика хорошая классиков в качестве то дети честно говоря в шоке просто как бы понимаю знаешь когда приходишь там типа там какой-то руду все равно стереотип остается даже я пытаюсь сегодня этом выпуске стереотип это убрать он все равно остается когда ты приходишь там по там кристиан диор там 180 тысяч 200 тысяч окей это известно понятно но здесь даже выговорит то что это ноунеймы такие деньги мы нафигеть еще что самое дорого офисен лоран блин ну джинсы и все умера петера 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 пикинь просто вот вот тебе пожалуйста друзья можно я возьму их вот он пожалуйста разрыв мозга разрыв шаблона и все лоран известный бренд раскрученный пятера 4 4 3 900 да и я могу уже забирать и вот ноунейм 90 ну 80 тысяч как вам такое пожалуйста блин слушать какая самая дорогая вещь вот у вас сегодня в магазине представлен есть что-нибудь такое что вообще можно попасть ну по честному нет шубы шубы но не сейчас нет но ну по почем вот самая дорогая шуба 300 то есть ваша история сколько вот вы занимаетесь торговой на торговле за 100 тыс наша шуба здесь 300 тысяч стоит я могу ее показать в центре города москва где она стоит одном известном магазине на миллион по миллион 100 наша шуба я правильно понял 300 миллиона 100 это размер цены оранжевые пакеты какие-то где-то там где-то 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 там да ахренеть блин вообще блин вот этот ужас блин фух ребята два часа здесь энергию прям высасывает нормально все равно вот это вот место где очень много людей движуха бесконечная тяжеловато находиться подойди пожалуйста поближе ну просто посмотрите час дня вот такая атмосфера встать негде машины приезжают уезжают грузятся фуры грузится легковушки грузится автомобили с прицепами все закупаются товаром и отправляются домой по своим городам по своим регионам торговать денежки одежды и все сопутствующие товары задача ролика была вам лишь показать в общих чертах что такое садовод ведь сегодня многие даже не знают что это какой-то там рынок где-то там в москве вот сегодня мы с вами по нему прошлись и вы увидели примерно ну давайте так ну процентов сорок от того что здесь есть с точки зрения общей информации потому что есть различные категории товара которые в кадр не попали но они точно также здесь присутствуют в том числе не затронули тему товаров для детей она очень важная вы поймите люди приезжают на рынке по разным причинам в том числе такая основная причина там дешевле но нет у людей там такого количества денег чтобы ходить по торговым центром одеваться не глядя на цены ты приезжаешь туда и вот она прям идет градация самых низких цены выше выше но до критически вышли высоких цен и ты можешь сам потрогать покрутить товар есть а деньги но ты можешь выбрать себе высшее качество из того что представлено там условно на рынке посмотри понюхай поверти надо бери в том числе товары там вот школьники рыбалка даже говорят какую-то мебель приторговывают всего полным полно друзья при этом я вам еще раз говорю не езжайте на рынок не надо не надо в торговый центр в магазины вам туда дорогу все не надо это вот рыночек для для других не для вас хочу выразить слова благодарности татьяне за то что она выделила на нас время провела не меня а нас с вами по рядам показала рассказала в качестве благодарности вот на экране ее электронная почта все те кто мало ли увиделся возможность для какого-то сотрудничества это все к ней по вопросам там какой-то мелкий а где чего как вот тоже самое к ней идите кому а уж там посчитает нужным ответить ответит ну и конечно же огромное спасибо всем тем кто давал интервью на камеру и принял участие в этом выпуске таким образом мне более не добавить не убавить всех вас я жду с вашим мнением в комментариях подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал а дальше будет интересней пока пока